Домашнее задание из книги «Пути», «Пути христиан и мусульман», седьмая глава. В ней эта тема разобрана куда глубже и подробнее, чем мы можем это себе позволить на лекции. Но сейчас мы с вами пытаемся понять, что же такое Иисус, Сын Божий, и как объяснить это мусульманам. Мне бывает очень полезно оттолкнуться как раз от коранического утверждения, что Иисус — Калиматулла, там еще есть одно утверждение, что Иисус — Рухулла, Дух Божий, но нам пока важно, что Он — Калиматулла. Но нужно понимать, что слова «Калиматулла» применительно к Иисусу понимаются в Коране не так, как в Библии. Библия говорит о воплощении. В Коране объяснение другое. Бог проговорил, и чудесным образом в чреве Девы Марии был сотворен Иисус Христос. Однако слова в Коране «Калиматулла» открывают для нас окошко, окошко, через которое мы можем пригласить наших друзей, мусульман, услышать евангельское свидетельство, свидетельство о том, что же на самом деле значат слова «Калиматулла». Мы говорим им так. Спасибо вам за то, что рассказали об исламском понимании. А теперь выслушайте, пожалуйста, понимание христианское. Именно так я и поступил тогда в мечети. Они отнеслись к этому с большим уважением. Знаете почему? Потому что я сразу признал, что христианское и мусульманское понимания различаются. Мусульманское понимание отличается от библейского, новозаветного понимания фразы «Слово Божие». Меня спросили, «Ну хорошо, вы объясняете им, что Иисус Христос — Слово Божие. Как же они на это реагируют?» Иногда случалось даже так, что подходил ко мне имам и буквально рыдал, плакал у меня на плече. Говорил, «Спасибо, спасибо. Теперь я вижу, что вы тоже исповедуете единство Бога. Я вижу, что вы, оказывается, все-таки в ад не пойдете». Потому что, согласно Корану, если человек считает, что у Бога есть помощники или что есть много богов, то такой человек уж точно идет в ад. Если человек говорит, что у Бога есть жена и сын, тогда уж точно он в ад пойдет. И тут, представляете, слава Богу, оказывается, да, человек не считает, не считает, что у Бога есть сын. Значит, Иисус Калима Тула — это здорово, слава Богу. Представляете, какое чувство облегчения у него было? Иисус Сын Божий. Но это не просто означает, что Иисус — воплощенное Слово. Я развивал эту тему тогда в мечети и попытаюсь развить ее сейчас с вами. Иисус — Сын Божий. Это значит, что у Него совершенное отношение с Богом Отцом. Он говорит, «Я и Отец одно. Я исполняю волю Отца Моего. Видевший Меня, видела Отца». Значит, эти слова указывают на отношения. Отношения с Богом Отцом. Близкие отношения. Единство. Общение, скрепленное любовью. Я и Отец одно. И в мечети я сказал, «Хочу вам сегодня рассказать, не сказать нечто необычное. Мы верим в Иисуса Мессию. И таким образом Бог приглашает нас в Свою семью. И мы также становимся сынами и дочерьми Божьими. И Иисус — Сын с большой буквы. Но и мы, дети Божии, Он приглашает нас в Свою семью. Именно поэтому мы молимся. Отче наш, Сущий на небесах. Мусульмане так не молятся. Во Христе мы приняты усыновлены в Семью Божию. У нас теперь есть Небесный Отец. Мы вкушаем частичку совершенного единства и общения, которое существует между Богом Отцом и Богом Сыном. Это, конечно, не полнота пока этого единства, но частичка единства, потому что мы приглашены в Божию семью. И со смирением и великой радостью я обращаюсь к Богу как к любящему Небесному Отцу и благодарю Его за то, что Он усыновил меня в Свою семью. Это еще одно измерение того факта, что Иисус — Сын Божий. Но есть и третье измерение. Иисус был совершенным слугой во всем, до конца. Он полностью был послушен Богу. Вот вам еще одно измерение того факта, что Он — Сын Божий. Теперь держитесь за стулья, потому что будет еще и четвертое измерение. Помните, когда Адам и Ева отвернулись от Бога? Помните, когда Адам и Ева были сотворены, они сотворены по образу Божию? Но потом они отвернулись от Бога, и образ Божий оказался запятнан, искажен грехом. Они были сотворены по образу Божьему в каком-то смысле. Они при этом были сынами и дочерьми Божьими. Но образ Божий оказался запятнан грехом. А Иисус, Сын Божий, восстанавливает образ Божий, полностью восстанавливает образ Божий, который был запятнан и во многом утерян после грехопадения Адама и Ева. Вот это четыре измерения того факта, что Иисус — Сын Божий. Калима Тула — Слово Божие, воплощенное. Слово неотделимо от Бога, потому что Слово точно открывает, кто такой Бог. Поэтому, встречая Иисуса, мы встречаем Бога, явившегося нам. Слово стало плотью. Соответственно, есть и отношения. Бог Отец, Бог Сын — совершенные отношения. Кроме того, Иисус — послушный Сын, послушный слуга. Во всем послушный Богу. И все Его дела — совершенное отражение воли Божьей. И, наконец, Он воссоздает отношения наши, отношения сыновей и дочерей Божьих. Отношения, которые оказались запятнаны после грехопадения наших прародителей. Вот вам три или четыре измерения того факта, что Иисус — Сын Божий. Когда я объясняю это нашим друзьям-мусульманам, они обычно вздыхают с облегчением, говорят, слава Богу, вы не верите в политеизм благобожия. Как бы мне хотелось, чтобы они сразу после этого стали христианами, но я, по крайней мере, описываю им, что Бог сам встречается с нами, приходит к нам, что Бог среди нас, что Иисус — Сын Божий, в совершенных отношениях с Богом Отцом, что Он — добрый пастырь, который ищет заблудших, что через все шторма, через все бури и битвы Он приходит к нам, пробивается к нам, таким образом открывая всю полноту Божьей любви. Мусульман это поражает. Расскажу вам один случай в качестве примера. Я часто бываю в Индонезии, и прилетаю я обычно в аэропорт Джакарты, и меня обычно встречает пастор, которого зовут Исайя Абди. Он убежденный, преданный христианин, служитель. Вот едем мы по Джакарте, это было года два назад, и я говорю, послушайте, Исайя, то, что происходит здесь, прямо сейчас, напоминает мне о Боге в исламе. Знаете, что я имею в виду? На каждом светофоре к нам подбегают нищие. У Исайи всегда коробка с мелочью, и он так приоткрывает окно, и каждому из этих нищих мальчиков дает монетку. Почему? Потому что Исайя сострадателен и милостив. А потом он закрывает окно, и мы в нашей машине с кондиционером едем до следующего светофора. На светофоре останавливаемся, он открывает окно и опять раздает монетки. Мальчикам мелочь. Иногда подходит мальчик и начинает играть на музыкальном инструменте. Вот так вот. И в этом случае он получает две монетки. Они стучат в окошко, эти мальчики. Это как такая молитва, салат, которая... Потом они говорят, «Господи, будь нам милостив». Мы помолились. И он милостив. Иногда они дополнительно молятся, как этот мальчик с музыкальным инструментом. Тогда им побольше милости, побольше Божьих даров. Они же помолились. Но мы продолжаем свой путь в машине с кондиционером. И никак эти мальчики и девочки-нищие на нас не влияют. Никак. Таков Бог в исламе. Он милостив и сострадателен, но он никогда не приходит к нам. И никогда в нашу повседневность, в нашу печаль, в нашу греховность он не входит. Бог выше всего этого. Я сказал пастору, «Вы знаете, в Иисусе Бог вышел из машины». Правда? Да, сказал он. Действительно. И он вышел на улицы и площади Джакарты. И он бегает и ищет. Он бежит и ищет своих заблудших детей. Как бежит навстречу сыну отец в истории о блудном сыне. Он бежит вперед, чтобы увидеть своего сына, обнять своего сына. Таков и Бог. Он говорит, «Нищие мальчики, нищие девочки, приходите ко мне, будьте моими детьми. Я принимаю вас в свою семью. Я дам вам одежду, я дам вам еду. Только станьте частью моей семьи». Он бежит по улицам Джакарты и ищет, ищет этих нищих мальчиков. И они виснут буквально на него, но не для того, чтобы стать частью его семьи. Они его бьют. Они на него плюют. Они его избивают. Они его пригваждают к дереву, к древу. Они распинают его. За что? Неужели за то, только что он их настолько полюбил? И в воскресенье своем он говорит, «Смотрите, что вы со мной сделали. Посмотрите на раны в моем теле. Но серьезно. Станьте членами моей семьи. Станьте моими дочерьми и сыновьями». И наше сердце тогда тает, и мы говорим, «Да, я хочу быть членом твоей семьи. Я хочу быть твоим чадом». Вот это и есть сущность воплощения. И наши друзья, мусульмане говорят, «Послушай, Дэвид, Бог настолько любить не может, потому что Он владыка. Он столь выше нас. Он к нам никогда не приходит. Он просто посылает нам свою милость, но никогда не приходит к нам. Он так и остается в машине с кондиционером». Нет, в Иисусе Бог вышел из этой машины и пошел по улицам. Я говорил о том, что значит «Сын Божий», что значит «Иисус Сын Божий». Это не философский вопрос. Это вопрос Божьего характера, Божьей сущности, Божьей души. Бог настолько возлюбил нас, что пришел в Иисусе, отдал Сына Своего, Единородного. Он добрый пастырь. Он приходит и ходит повсюду, ищет заблудших. Его ранят, Его распинают. А Он все равно готов и принимает нас, заблудших, в Свою семью. Это и есть Евангелие. Евангелие, которое мы несем миру. Наши друзья, мусульмане, говорят, «Бог не любит, не может настолько любить». Я говорю, «Помилуйте». Дайте Богу быть Богом. Не ограничивайте Его. В мечети я сказал, «Сейчас я объясню вам и расскажу о том, что значит Иисус Калиматулла». Представьте себе, пожалуйста, что вот этот стул, как Иисус. Извините, ужасная иллюстрация, но все-таки Иисус стул нет, конечно. Иллюстрация ужасная. Все же я ее приведу. Представьте себе, вот это Иисус, который есть Калиматулла. Когда мы с вами открываем Новый Завет, мы узнаем, что первая книга в Новом Завете — Евангелие от Матфея. И вот мы читаем Евангелие от Матфея, и оно говорит, свидетельствует об Иисусе, который есть Слово Божие. Читаем дальше. Доходим до Евангелия от Марка. А дальше Евангелие от Луки, а потом от Иоанна. И все четыре евангелиста свидетельствуют об Иисусе, Мессии, Сыне Божьем, Слове, обитающем среди нас, воплощенном. Зачем четыре свидетеля? Это очень важно. Наши друзья мусульмане говорят, а где же Евангелие самого Иисуса, Мессии? Они открывают Новый Завет, Матфея, Марк, Лука, Иоанн. А где же Евангелие Иисуса Христа? И они предполагают, мусульмане предполагают, что, наверное, Иисус взял Евангелие с собой, вознесясь в небеса. Этого Евангелия уже и нет. Кроме того, мусульмане говорят, что эти Евангелия просто историческое повествование. Там есть, конечно, и учения Иисуса, но слишком много его дел, и даже дел учеников Иисуса. Какое уж тут Евангелие? Где же настоящие Евангелия? И я говорю так. Зачем четыре свидетеля? Ну, потому что Иисус и есть Евангелие. Потому что Слово стало плотью и обитало с нами. Не то, чтобы Иисус принес Евангелие. Он сам Евангелие. Бог в своей мудрости решил поставить четырех свидетелей о том, кто есть Евангелие. Матфей, который пишет о Евангелии с точки зрения Божьего Царства, с акцентом Божьего Царства. Марк — переводчик Петра. Евангелие от Марка часто называют даже Евангелием Петра. Лука, который писал вот с такой точки зрения, он врач. И на него огромное впечатление произвел тот факт, что Иисус — Сын Божий. Лука побеседовал со многими свидетелями, общавшимися лично с Иисусом. Я думаю, что Лука даже с Марией, Матерью Иисуса, поговорил. Потому что первая глава. Откуда же она может еще возникнуть? Откуда же он еще мог все это знать? И Иоанн — ближайший ученик Иисуса Христа. Каждый из этих людей общался либо с Иисусом, либо, по крайней мере, с Его учениками. И каждый из них свидетельствует о том, что Иисус — это Божье Слово. Почему четыре свидетеля? Почему не один? Мы знаем ответ на этот вопрос. Если придешь в суд, и свидетель только один, то вопрос не будет решен. Если свидетели четверо, то вопрос будет решен. Бог хотел сделать все, чтобы свидетелей Слова Воплощенного было достаточно, чтобы свидетелей Иисуса Христа было достаточно, чтобы мы могли с уверенностью полагаться на их свидетельство. Вот поэтому свидетелей четверо, а не один. Как же пришло Евангелие на землю? Это вопрос к вам. Как пришло к нам Евангелие? Как пришел Он, который называется Евангелием? Как пришло к нам Евангелие? Мусульмане говорят, что Коран пришел через Мухаммеда. А как пришло Евангелие? Силы Святого Духа? Да. А каким образом? Через Марию. Да, через Деву Марию. Обратите на это внимание, это очень важно. Все мусульмане, знающие Коран, считают, что Иисус родился от Девы. Что же это означает? Да, то, что Евангелие пришло через Деву. Мусульмане говорят, что Коран пришел через Мухаммеда. Но Евангелие не через Иисуса Христа пришло, потому что Евангелие само есть Иисус. Евангелие пришло через Деву Марию. Внимание! Когда вы сравниваете Коран и Инджил Иисуса и Мухаммеда, помните об этом? Место Иисуса в христианском богословии существенно отличается от места Мухаммеда в исламском богословии. В Исламе Коран пришел через Мухаммеда. Мухаммед оказывается посредником. Но Иисус не посредник. Иисус само Евангелие, сама книга с небес, сам Инджил. Посредником оказывается Дева Мария. Так что если говорить о способе передачи откровения, то есть скорее сходство между Марией и Мухаммедом, но никак не между Иисусом и Мухаммедом. Тогда в мечети, я говорю, Коран пришел через Мухаммеда, правильно? Да. Но Евангелие-то не через Иисуса Христа пришло, а через Деву Марию, потому что Иисус и Сам Евангелие, Сам Иисус благая весть. Кстати, то же самое написано и в Коране. В Коране написано, что Иисус благая весть, что Он и есть Евангелие, пришедшее через Деву Марию. И Бог устроил так, чтобы четыре свидетеля Евангелия рассказали об Иисусе, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, чтобы мы могли доверять этому свидетельству. А теперь вопросы. Пожалуйста. А в Коране есть указания на то, почему Бог именно Мухаммеда избрал своим пророком? Объясняет ли Коран, почему именно Он среди всех арабов, которые тогда в мире жили? Очень хороший вопрос. Отличный вопрос, особенно для мусульманских богословов. Можно их об этом спросить. В Коране видно изумление. Изумление. Как это так? Вдруг Бог взял и выбрал этого мальчика-сироту. Бедного мальчика-сироту. Бедного арабского мальчика-сироту. Окружающие народы считали арабов отсталыми людьми. Как это именно Его Бог избрал, чтобы стать последним пророком, печатью пророков? Такое изумление здесь видно. Особенно так же, как и у Марии в Ее молитве величит душа моя Бога. Почему Бог избрал именно меня? Это тайна благодати, тайна Божьей благодати. Да, изумление, удивление здесь, конечно, есть. Я думаю, сам Мохаммед был в шоке. Он так и не... Так всю жизнь и не понял, почему он бедный, обычный мальчик-сирота. Его Бог таким образом превознес. Очень хороший вопрос. Еще вопросы? А в Коране объясняется, что значит Иисус благая весть? Нет, в Коране напрямую об этом не говорится, но, с другой стороны, описание жизни Иисуса Христа в Коране указывает на это совершенно очевидно. Он исцеляет больных, Он воскрешает мертвых, Он очень сострадателен и милостив. Он столь праведен и свят, что кажется почти неземным. Он живет как бы так сбоку где-то или превыше всех. В исламском благочестии сотни тысяч гимнов написаны о Христе, об Иисусе. Он любит свою мать, Он хороший, добрый сын на таком сыночке любая мама мечтает и слушается и любит, уважает. Ну что же, хорошо сегодня позанимались. Очень важный у нас был день сегодня. Завтра наша тема хиджра и крест. Мы подойдем к самой сути Евангелия и Ислама. И если вы уже слышали мою проповедь в воскресенье, вы с некоторыми из этих тем уже знакомы. Сегодня мы завершили разговор о воплощении и танзиле, о различиях между этими пониманиями и о том, как говорить об Иисусе и его сущности нашим друзьям мусульманам. А завтра наша тема хиджра и крест. Мы пойдем в совершенно ином богословском направлении. КОНЕЦ КОНЕЦ